Солнечная угроза. Земля под ударом в 2025 году. Эксперты предупреждают о возрастающей активности самой горячей звезды в нашей галактике. Вик этой активности, по их мнению, еще не наступил, и его последствия могут быть катастрофическими для окружающего пространства. Сегодня я расскажу вам, уничтожит ли нас Солнце в 2025 году. Активность Солнца в 2025 году. Сергей Богачев, руководитель лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук, заявил, что максимальная активность Солнца в нынешнем цикле ожидается летом 2025 года. Однако, согласно данным западных исследователей, пик активности может быть уже пройден. Суть в том, что когда Солнце достигает своего максимума, мы часто не осознаем этого момента, пока не станет поздно. Почему это так, давайте разберемся. Астрономы в России, как и Сергей Богачев, придерживаются мнения, что летом 2025 нас ждут очень мощные солнечные вспышки. Однако после достижения пика активность Солнца не спадет. По прогнозам ученых, повышенная активность может продолжаться до 2026, а возможно и до 2028 года. Таким образом, риски для Земли будут оставаться актуальными еще долгое время. Что такое солнечные циклы? Солнечная активность варьируется в течение 11-летнего цикла, который включает периоды как низкой, так и высокой активности. Начало и конец цикла характеризуются солнечным минимумом, а середина — солнечным максимумом. Исторически первый солнечный цикл начался между 1755 и 1766 годами, а текущий цикл относится к 25-му солнечному циклу. В конце 2024 года мы находились в пике солнечного максимума. Однако солнечный максимум определяется как месяц с максимальным 13-месячным сглаженным числом солнечных пятен. Поскольку для вычисления сглаженного значения используется скользящее среднее за 13 месяцев, данные о текущем состоянии активности запаздывают на 6 месяцев. Это означает, что точное определение момента солнечного максимума будет известно только через некоторое время, возможно, через год после его фактического наступления. А также сложности в прогнозировании количества солнечных пятен в ближайшие месяцы мы не сможем точно определить момент солнечного максимума в реальном времени. Однако уже можно точно сказать, что пик 25-го солнечного цикла превзошел пик 24-го цикла, который был зафиксирован в 2014 году. Таким образом, последние месяцы стали самым активным периодом солнечной активности с 2002 года, когда наблюдался пик 23-го солнечного цикла. Как понять, что пик наступил? Определение пика солнечной активности основано на подсчете числа солнечных пятен и групп пятен, которые образуют эти пятна. Для оценки используется так называемое число Вольфа, которое рассчитывается по довольно простой формуле и служит индикатором текущей солнечной активности. Чем выше это число, тем выше активность на Солнце. Этот критерий был предложен еще в XIX веке. И, несмотря на наличие других методов оценки, число Вольфа до сих пор является официальным показателем солнечной активности. Однако сам факт того, что мы находимся на пике активности, сложно определить в реальном времени, потому что число Вольфа постоянно изменяется. Солнечные пятна появляются и исчезают, заходят за край солнечного диска и вновь выходят на его поверхность, а группы пятен могут распадаться или образовываться. Поэтому для точности этот показатель усредняется. Чтобы понять, что солнечная активность достигла пика, применяется следующее правило. Если за полгода до определенного месяца число Вольфа не превышало его значение, а в течение полугода после этого месяца оно также не возросло, то можно говорить о том, что пик активности наступил. Возьмем, к примеру, месяц июль. Если в июле наблюдается высокое число пятен и групп, и полгода до этого, с января по июнь, таких уровней активности не было, а в полгода после, с августа по январь, также не наблюдается большего числа пятен, то считается, что июль – это пик солнечной активности. Однако, чтобы с уверенностью утверждать, что пик уже прошел, нужно подождать еще полгода, то есть подтвердить это в феврале следующего года. Таким образом, на пике солнечной активности мы часто не знаем точно, находимся ли мы в самом пике, так как может случиться, что вскоре число пятен станет еще больше. Станет ли пик солнечной активности началом апокалипсиса в 2021 годике? Стало ясно, что солнечная активность в 2025 будет выдающейся? Исследовательница Сангита Абду Джоти опубликовала статью, которая породила массу слухов о возможном апокалипсисе, якобы грозящем цивилизации. Несмотря на то, что в самой работе не утверждается, что именно в 2025 человечество столкнется с тотальной катастрофой, в СМИ быстро распространилась интерпретация, что Сангита предсказала конец высокотехнологичной цивилизации. Из этого появился целый миф о возможном разрушении всех технологий и длительном восстановлении. В действительности, изучив саму статью, можно понять, что таких апокалиптических прогнозов там нет. Однако работа вызвала большой резонанс. И через несколько дней американский Forbes опубликовал статью, в которой утверждалось, что США необходимо готовиться к катастрофическим потерям на миллиарды долларов. И именно эта статья стала источником всех дальнейших пересказов работы Сангиты, которые в корне искажали суть. Одним из таких искажений стало цитирование оценки Сангиты о возможных потерях от солнечной вспышки. В одном из отрывков она упоминает, что остановка интернета в США на один день может привести к убыткам в размере 7 миллиардов долларов. Однако она использовала эту цифру как статистическую оценку, а не как утверждение, что вспышка обязательно приведет к отключению интернета. В реальности она оценивает вероятность этого сценария всего в 1,6%. Но это не помешало СМИ сделать из этого трагический апокалипсис, который стал весьма популярным в массах. На критику ученых, которые указали на преувеличение в работе Сангиты, она вынуждена была ответить публично, выразив сожаление о том, что некоторые фразы были неправильно интерпретированы и вызвали чрезмерную панику. Однако это не остановило СМИ и интернет-платформы от продолжения спекуляций. Множество статей и видеороликов, ссылаясь на те же данные, создавали еще большие слухи о возможной катастрофе. Чего же боятся люди? 1 сентября 1859 года астроном Ричард Керрингтон, наблюдая Солнце, заметил, что его фильтр казалось поврежден. Светило вспыхнуло с такой яркостью, что почти ослепило его. Он стал свидетелем одной из самых мощных солнечных вспышек, зафиксированных в истории. В этот же день, благодаря невероятной скорости плазмы, по всей Земле началась необычайно сильная магнитная буря. Телеграфные аппараты начали работать сами по себе, воспроизводя бессмысленные сигналы. Провода, висящие в воздухе, искрили и светились. Полярные сияния стали настолько яркими, что даже в тропиках люди думали, что наступило утро, и начали готовить завтрак. Эта буря считается исключительным событием, происходящим примерно раз в 500 лет. Если бы подобное событие случилось в наше время, то последствия для современной технологической цивилизации могли бы быть катастрофическими. Реальность не так страшна. Когда плазма выбрасывается с Солнца, она сначала сталкивается с защитными оболочками Земли, ионосферой и магнитосферой, которые располагаются на высоте от нескольких тысяч до сотен тысяч футов. Это взаимодействие вызывает вибрацию магнитосферы, а в ионосфере появляются мощные электрические токи. Эти процессы могут повлиять на спутники. Однако на наземную технику воздействие солнечной активности, как правило, минимально. Но по законам электродинамики, сильные токи в ионосфере создают противоположные токи в земной коре — телурические токи. Именно они сыграли свою роль в оживлении телеграфных аппаратов в 1859 году. Научное сообщество единогласно считает, что солнечные вспышки представляют угрозу для электросетей. Длинные провода, расположенные недалеко от поверхности Земли, являются хорошей мишенью для телурических токов, которые могут вызвать перегрузки даже при наличии систем защиты. Особенно уязвимыми являются трансформаторные станции, где сходят... Что касается интернета, то он тоже уязвим. Наибольшую опасность представляют длинные подводные кабели, соединяющие различные страны и континенты. Хотя сами кабели могут выдержать воздействие, усилительные станции, расположенные примерно каждые 62 мили, могут выйти из строя. Тем не менее, большинство современных сетей уже используют оптоволоконные кабели. Оптические сигналы в таких кабелях не подвержены воздействию магнитных и электрических полей. Также следует отметить, что солнечная активность в основном влияет на высокие широты, а в умеренных и тропических зонах ее эффекты заметны гораздо меньше. В итоге старые линии связи, особенно расположенные в приполярных широтах, представляют собой основную угрозу. Но их восстановление не должно вызвать серьезных проблем. Влияние на человека. Каждый год Земля переживает примерно 50-60 магнитных бурь. И вопрос о том, имеют ли они прямое влияние на здоровье человека, вызывает споры среди ученых. Однако наблюдения показывают, что многие люди действительно чувствуют себя хуже во время геомагнитных бурь. Они жалуются на головные боли, перепады давления, сонливость и усталость. Одним из факторов таких изменений является изменение атмосферного давления, которое происходит во время бурь. Здоровые люди, как правило, этого не ощущают, но для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями солнечная активность может иметь негативные последствия. Доказано статистически, что во время крупных магнитных бурь количество инфарктов и инсультов увеличивается в два раза. Это наблюдается по всему миру. В организме человека циркулирует около 5 литров крови, и при сдаче анализов часто оценивается показатель, называемый скоростью оседания эритроцитов. Мы заметили четкую зависимость этого показателя от геомагнитной активности, объясняет Сергей Гайдаш, руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской Академии Наук. Для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты Института разработали рекомендации по коррекции дозы лекарств и других мер в зависимости от уровня геомагнитной активности. Например, те, кто рискует получить инсульт, могут совместно с врачом отрегулировать свою медикаментозную терапию или принять другие профилактические меры, чтобы минимизировать возможное воздействие магнитных бурь, изменения климата, лед или пламя. Солнечная активность оказывает влияние на климат Земли, и существует несколько теорий, связывающих изменения в активности Солнца с массовыми вымираниями видов. Одним из самых известных таких событий считается вымирание динозавров, связанное с упавшим на Землю метеоритом. Однако ученые рассматривают и более ранние вымирания, пытаясь найти их причины. Одной из таких возможных причин может быть супервспышка на Солнце, энергия которой могла бы проникнуть до поверхности Земли, сильно нарушив биосферу. Как отмечают исследователи, ледниковые периоды часто совпадают с понижением солнечной активности. Согласно одной из теорий, в будущем Солнце может снизить свою активность до такой степени, что это приведет к новому ледниковому периоду, холодному и суровому времени для планет. Последний ледниковый период был связан с понижением солнечной активности, например, Маундеровский минимум. Он пришелся на период с 1645 по 1715 год, когда астрономы не наблюдали солнечных пять. Одновременно с этим в Европе происходили аномально холодные зимы, каналы в Голландии покрывались льдом, а заморозки весной и летом уничтожали урожай, что приводило к продовольственному кризису. Ученые считают, что аналогичное похолодание может случиться в будущем, однако на данный момент они не могут точно предсказать, когда именно начнется новый малый ледниковый период и в каком он будет веке. Будет ли апокалипсис? Солнце не будет существовать вечно, и несмотря на то, что это произойдет через миллиарды лет, жизнь на Земле окажется невозможной гораздо раньше. Каждый момент в сердце нашего Солнца происходит термоядерная реакция, в ходе которой сгорает более 1 триллиона 300 миллиардов фунтов водорода. В какой-то момент этого топлива будет не хватать, как утверждает британский физик Брайан Кокс. Примерно через миллиард лет условия на Земле станут крайне неудобными для жизни. С уменьшением запаса водорода в своем ядре Солнце начнет расширяться, поглотив Меркурий и Венеру. В течение нескольких миллиардов лет звезда доберется и до орбиты нашей планеты. Это значит, что Земля будет поглощена Солнцем, и существование жизни станет невозможным. Представление о столь отдаленном апокалипсисе побуждает ученых искать возможные решения для будущих поколений человечества. К примеру, активные разработки программы колонизации Марса и даже других планет показывают, что человечество уже сейчас работает над планом Б. Хотя эта идея может показаться фантастической на первый взгляд, с научной точки зрения она не противоречит законам физики. В истории науки уже не раз случались открытия, которые казались невозможными, и, возможно, будущее человечества будет связано с тем, чтобы переселиться в космос, прежде чем Солнце завершит свою жизнь. Миллиарды лет до нас еще далеко. Будем наслаждаться Солнышем. Но не забывайте о мерах предосторожности. Все-таки слишком активное Солнце — это не шутки.